Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, как можно эзотерически использовать пульс? Это называется рефлексотерапия, купите книгу, она называется «Исследование пульса». Есть книга такая, называется «Цинна Айдзан», написал её «Сию», написал её «Мантек Чия» и «Мэни Ван Чия». И там есть пульсовая диагностика или диагностика по пульсу, когда тремя пальцами зажимается пульс левой руки, и можно путём нажатия грубого, среднего и поверхностного проанализировать. Первый палец верхний на пульс кладётся, первый палец обозначает состояние возбуждения человека, более глубокий состояние мозга, более глубокий состояние позвоночника, второй палец обозначает состояние сердца, более глубокий обозначает состояние кровеносной системы, ещё более глубокий обозначает лимфатическую систему, работа почек и так далее. То есть, работу костей левой рукой, работу печени можно определить, работу лёгких, работу тройного обогревателя, общего состояния, даже финансы можно определить. Но можно ли при помощи такого влияния на пульс что-то делать? Это уже другая тема, есть тема, которая называется «Привязывание к пульсу семян», и, по-моему, это корейская какая-то такая нью-эйдж культура. Ну, она действительно как-то может что-то дать человеку. Я помню, при насморке нужно было взять гречку и привязать её к пульсу левой руки. И, знаете, я когда-то взял гречку, привязал его, очень сильный насморк был, взял гречишное семя, сейчас не помню, там, жареное или нет, привязал к пульсу на левой руке и обмотал, не помню чем, бинтом или скотчем. И где-то на протяжении полутора часа даже не заметил, как насморк у меня исчез. Это было для меня очень удивительно. Ну и там целая есть у них энциклопедия с этими семенами. Это всё сейчас представлено в интернете. Всю эту информацию можно найти, можете найти и почитать. Продолжение следует...